Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас 8 марта. Народный женский день. Всех честных поздравляем с этим праздником. В общем, у нас погодка такая типичная. Мартовская погода. Сколько там у нас вон на солнышке показывает? 5. Можете наблюдать. Факт, очень холодно. Готует ветер просто, и поэтому погода не очень хорошая. Что, занимаемся мотоблоком Скаут. Сейчас переделал крепление расшительного бачка охлаждающей жидкости. Установил вот такую жестянку сюда, чтобы он не трепыхался. Дело все в том, что стоял он у меня на таком вот ремне. Короче, он был у меня. И это... Ну, примените, лопнул уже. Все пришло в негодность. Это первое. Второе. Он постоянно стоял у меня выше. То есть где-то вот так вот. И крышка вот эта вот закрываешь, когда она постоянно в него упиралась. Это было не есть гуд. Вот. Сейчас, значит, сейчас еще хочу сделать. Есть у меня вот такая вот штука. Вот такая вот штука у меня есть. Это-это. Вот от... Ну, поняли, да? Значит, защитный кожух. Вот сейчас хочу вот эту вот костину, которая идет сбоку. Она на прихватке проделана. Чтобы оторвать и сделать из нее хомут, короче. Хомут, чтобы хомутом вот этим вот закрепить фильтр. Вот этот фильтр, чтобы закрепить, чтобы вот этого типхания не было. Значит, вчера я по предыдущему видео сегодня с этой мыслью переночевал. Сейчас расскажу, что я надумал. В общем-то, сейчас по поводу вот этого отверстия. То, что играл вчера бак не подходит. Вернее, не подходит слюной штуцам. Ну, сосок, который сходит с него. Сейчас была галочка. Здесь все подрезаем. Вот так вот где-то примерно. И здесь, и с другой стороны. Ну, то есть полностью вырезаем. И делаем вот такую вот пластину. То есть буквой. Ну, такую-то выгнутую. Чтобы она... Сосок сюда спокойно входил. Ничего не мешал. Шланг одеваем. Вот, чтобы бак стоял на штатном месте. То есть, так как он и должен стоять. Так что, думаю, так вот здесь. И знает, звено какой-нибудь от цепи привязать и приварить. Ну, два их можно. Все равно там как бы отверстие. Вот тоже, видите, наблюдаете. И вот это по нему обрезать. Чтобы вот здесь не ослаблять вот этот вот болт, на котором держится сам фильтр. Ну, где-то вот так вот, наверное, обрежу. Что где-то сосок где-то как раз в середину вот выходит вот сюда. Вот он где-то вот так вот. И как бы так. Ну, сейчас попробую сделать фильтр. Потом покажу, что получится. И потом еще сниму воздушный фильтр. Вот эту вот трубу. Есть там подозрение, что она лопнула. Мне тоже надо было там крепление вот этого переделать несколько. Я тогда так на скорую руку сделал его летом. Видите, тут надо делать прорезь, чтобы можно было регулировать натяжку ремней. Так, ребята, остановил, значит, фильтр. Точнее, не фильтр сделал хомут. Вот такой вот из этой пластины получился у меня. То есть вот здесь уголок стоит. Прикручиваем, кстати, к месту, к тому, где штатный краник, не краник, вернее, стоял штатный, а стоял, где, ну да, где штатный краник, вот он стоял на двух болтах. Вот этот, второй. Здесь масса прикручена. Здесь я прикрутил, значит, уголок. И к этому уголку прикрутил вот этот хомут. Все, молотом на 8, там в блоке прям есть резьба. Продернул, здесь отверстие. И так вот резинку подложил еще под него. То есть все, сейчас уже никакая ему вибрация не страшна. То есть как бы рекомендую всем, кто будет встать вот такие вот МТЗовские фильтра на мотоблоке данного типа обязательно. Надо, чтобы снизу тоже его поддерживал. В противном случае будет постоянно шататься, разбивать. Ну не разбивать, вернее, вот тут шланги в зиму особенно. Тут все натянута, то есть как бы вибрация пойдет, будет течь, откручиваться сам фильтр. Ну и как бы, в моем случае у меня он крепился. И да, и крепить его всегда лучше вот на блок сюда вот. Вот блок туда стандартно крепится бак. Значит вот сюда вот лучше крепить его не к самому баку, как я сделал это. Тем самым вывел его из строя. Ну все, вот сейчас, сейчас мне, кажется, нравится, так что, так что как-то так вот, ребят. Ну так вот он стоит сюда вот, так вот визуально нормально. То есть он не выпирает за стартер, то есть нигде он мешать не будет, ни с левой, ни с правой стороны. То есть по ходу движения он идет где-то вот примерно по, ну то есть нормально. Вот, здесь может еще вот я болгарочкой обработаю, чтобы не было вот этих вот острых линий. И все, ну все, сейчас переходим к воздухам, буду разбирать воздухам. Так, друзья, что хочется сказать, снял, значит я воздухан, снял, открутил, вырезал под него такой вот держатель будет. То есть вот так вот он будет стоять к этому, ну там, держателю на ящике АКБ, фаре. А здесь он будет крепиться непосредственно сам хомут, который я буду сделать. Хомут я не сделал, не мог найти я второго кожуха, этого станка, наждака, не знаю где он. Все прошел, найти не могу, пока не знаю, из чего буду делать. Ну и что-нибудь сделаю. Здесь, значит, сейчас, короче, ладно, покраситься. Надеюсь, как бы снял сейчас его. Сейчас не знаю, на камеру видно будет, нет. Вот нижний, вот так вот он ставится. Вот нижняя часть все нормально, как бы здесь, ну все целое. А вот верхняя часть не видно на камеру. Но есть такие микротрещины, то есть она треснула. Ну вот, покажу, поднимите на верстах. В общем, оно треснуло. Вот здесь вот трещинка небольшая есть. Вот так, короче, вот здесь вот трещина есть небольшая. И вот так вот оно по контуру лопнуло. Прям такая вот микротрещинка идет. Вот. Поэтому в этом надо реставрацию. Труба стоит в тонкости, толстостенной, она тяжелая. Это вот родное колено, это мы уже наставляли в свое время. Позапрошлым году, по-моему, да. Позапрошлым году мы делали, наставляли такую трубу, где-то в 50, наверное, выводили его выше. И вот оно в том году у меня лопнуло держатель. Синокосия, наверное, еще, который сверху держит его, потому что сам фильтр стоит, это все, вибрация. Он начал трясти, я заметил просто, и вот оно вот вибрации, иначе пошли. Началось вот такое вот лопание. Ну и лопнуло, в общем. Так, ладно, сейчас смотрите, фильтр сам. Вот. Я вот как бы с осенью, вот как фрезеровал, в августе-нентябре. Горелло надо будет поменять, потом так поставил я его. И он у меня это, он ведь и стоял. Это вот две фрезеровки прошло. Ну, как бы, как бы, вот так вот. Это вот к тому, о том, как чистит или не чистит вот такие вот фильтра. Вот здесь тоже сам фильтрующий элемент. Он тоже достаточно весь в пыли. Ну, вот уже весной, сейчас, в принципе, зимой я ничего не стал делать. Когда я его запустил, то его после нового года только фрезу с него снял. Сколько, три раза, наверное, на нем я поогребался, и все. Ну, вот сейчас до весны, ну, потеплее будет. Все промоем, солярки. Сейчас, вот какая пыль. Все будет. Все будет нормально. Значит, ладно, это на сварку. Ну, а потом сделаем хомут, как бы, и все. Собственно говоря, с этим будет нормально. Все сейчас стало дело за баком. В общем, как с баком решим вопрос. Решим, как бы он двигаться дальше. То есть, применяем шланги здесь. На фильтрах полностью сам фильтр заменим. Тонкой очистки. Это вот этот автомобильный. Дальше, что еще у нас? Ну, про фары я говорил. А мы по электрике. Займемся электрикой, наверное. Все, как бы, по движку. Тут нареканий никаких нет. То есть, я сейчас посмотрел визуально. Дежок чистенький. Я вот тут, наверное, подтяну болты и попробую, пока бака нету, добраться до масляного насоса. Подтянуть там, потому что тоже подкапывает. Возможно, надо просто подтянуть сам болт вот на масляную трубку. Это идет на смазку двигателя. Там на смазку идет вот эта вот трубка на смазку. и коровом сил. Здесь, как бы, как бы, все нормально. Головка, все сухо. Так, здесь подшипники я менял в том году. На вентиляторе. Как бы, как бы, в этом году не планирую ничего здесь делать. Сцепление тоже перебирал в том году корзину. Менял подшипники. Вот. Фериду, я думаю, диск еще проходит сезон. Вот поэтому все на этом, наверное, как бы так. А, ну, потом по весне еще заменим масло. Когда менять бум, поменяем и поддон. Фары пока так пускай лежат. Все пока так остается. Вот такие вот дела. Пока снимать не буду, потом как с баком что решу. Снять-то недолго два болта открутить. Ну, 4. Фильтры открутить. Снять ее, вытащить. Надо попробовать. Ну, как-то так. Ну, все, друзья. Давайте всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Я думаю, сезон уже у нас открытие не за горами. Ну, как не за горами, месяца еще два. Ну, начнем пока готовиться. Готовиться, готовиться, готовиться. Что-то делать. Ремонтировать технику, доводить до дома, чтобы начать уже полноценно. Все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. До свидания.